Кто не разочаровывается в жизни и с уверенностью смотрит в будущее. Международный день слабослышащих отмечается ежегодно в сентябре. По этому случаю в областном Доме культуры глухих была организована концертная программа. Люди с ограниченными возможностями показали свои таланты. О том, как прошло праздничное мероприятие, расскажет наш журналист Тамирист Люга Былова. Традиционный Международный день глухих в нынешнем году, проходящий под девизом «Мир, где глухие люди могут говорить на жестовых языках в любом месте». Знаменитый праздник для особенных людей отмечается каждый год в последнее воскресенье сентября. Сегодня в Доме культуры глухих была организована концертная программа. Стоит отметить, что сюда могут прийти посмотреть не только слабослышащие, но и вся городская общественность. Сегодня у нас необычный праздник, Международный день глухих, день не слышащих граждан. Мы стараемся часто проводить праздники, но сегодня действительно очень необычный праздник. Мы, работники Дома культуры глухих, стараемся создать праздничную атмосферу, чтобы на душе у них было тепло и светло. Самым пожилым сюда приезжающим 70 лет, самому младшему 5 лет. Каждый делает все возможное, чтобы развиваться, а не сидеть на месте. Участники говорили со зрителями и рассказывали свою историю с помощью жестов. Татьяна Головченко является сотрудницей Дома культуры и, несмотря на слабое здоровье, работает здесь переводчицей. У нее очень высокое стремление к жизни. Она добрый и добросердечный человек. В этот мир она хочет нести только добро. Сегодня Международный день глухих. Уже много-много лет мы отмечаем этот праздник. В этот день приходит очень много неслышащих людей, участников и зрителей. Это наш любимый праздник. Для чего мы собираемся и почему мы всегда отмечаем праздники? Это наш второй дом, Дом культуры. Здесь люди общаются между собой, получают очень много опыта и знаний. Участники очень много слов изучают. У них развивается память и самоощущение, самозрение. Люди с удовольствием приходят в наш Дом культуры. Люди, лишенные слуха, ничуть не хуже других. Они особенные и порой даже превосходят окружающих, выделяясь удивительным даром. При этом именно эти люди особо нуждаются в поддержке и участии окружающих. Тамерист Леугобылова, Миржан Жумамуратов, Николай Шевелев, 5 канал.